Начиная с 2022 года, наш авторынок пережил революционные изменения. Известные всем автопроизводители покинули страну. Между тем появились другие перспективные компании, готовые представить новинки для нашего рынка. Кроме того, развивается и обновляется отечественный автопром. Так, АвтоВАЗ собирается в ближайшие два года представить целую россыпь новинок. Но самое главное из них – это долгожданная «Волга». Автомобиль, который должен стать новым символом российского автопрома и престижным выбором для чиновников и бизнесменов. Это не просто обновленная классика, а по-настоящему современный седан. Но как будет выглядеть новая «Волга», какие будут характеристики, а самое главное – сколько она будет стоить. Вы на канале TheAutoTop, и сегодня мы узнаем, сможет ли новая «Волга» стать достойным наследником легендарного бренда. Поехали! Волга – это легендарный бренд, который имеет богатую историю, начиная с 1956 года, когда на Гольковском автомобильном заводе была выпущена первая модель «ГАЗ-21». Волги были самыми популярными и престижными легковыми автомобилями в СССР, которые служили не только в такси и госучреждениях, но и украшали гаражи многих советских звезд. Она имеет не только историческое значение для России, но и является объектом культуры и искусства. «Волги» появлялись в разных фильмах, книгах, песнях и других произведениях, отражая эпоху и образ жизни советских людей. Это технологический продукт, который отражает уровень развития и инноваций в российском автопроме. «Волги» были оснащены различными новшествами и улучшениями, которые делали их более комфортными, безопасными и функциональными. Например, «Волга» ГАЗ-21 была первым советским автомобилем, который имел автоматическую коробку передач, гидравлические тормоза, регулируемые сидения водителя и другие удобства. «Закончить сборку последнего автомобиля ГАЗ-21 и приступить к сборке первого автомобиля ГАЗ-24». «Волга» ГАЗ-24 была первым советским автомобилем, который имел электронную зажигалку, электрические стеклоподъемники, кондиционер и другие инновации. «Волга» ГАЗ-3102 была первым советским автомобилем, который имел антиблокировочную систему, подушки безопасности, каталитический нейтрализатор и другие усовершенствования. Время шло, и с появлением иностранных конкурентов на рынке и сокращением госзаказов «Волга» постепенно утратила свою популярность и рентабельность. В 2010 году ГАЗ прекратил выпуск последней модели «Волги» ГАЗ-3105, которая была оснащена современными двигателями, подвеской и электроникой, но не смогла привлечь достаточно покупателей. В 2022-2023 годах в России резко сократили свое присутствие все традиционные иностранные автобренды, и на рынке фактически не осталось седанов бизнес-класса. Правительство решило поддержать ГАЗ и возродить бренд «Волга», который является частью национального наследия и гордости. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2024 году на ГАЗе планируется запустить производство новой «Волги» для чиновников и бизнесменов, которая будет конкурировать с иностранными аналогами по качеству и комфорту, а также сохранит узнаваемый облик легендарного бренда. Насколько известно, в ближайшее время Нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учетом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем, на начальном этапе с технологическим партнером и постепенной последующей локализацией. Возобновление выпуска автомобилей под брендом «Волга» может оказаться успехом для ГАЗа. К таким выводам пришли опрошенные эксперты, которые оценили идею Минпромторга о возрождении бренда. При этом они сомневаются, что производство получится наладить уже к лету 2024 года. В столь короткий срок запустить производство легковых автомобилей на ГАЗе возможно только в партнерстве с иностранным автопроизводителем. В будущем ГАЗ может разработать полностью собственный легковой автомобиль для бренда «Волга», но на это потребуется как минимум несколько лет. В России уже создали новый премиальный автомобиль «Аурус». Смогут сделать и «Волгу», но на начальном этапе это будут машины из иностранных компонентов с минимальным уровнем локализации. До 2022 года в Нижнем Новгороде велось контрактное производство автомобилей «Фольксваген» и «Шкода». После ухода марок всё оборудование для выпуска легковых машин осталось в распоряжении ГАЗа. Мощность этого производства позволяет делать до 132 тысяч легковых машин в год. Если выпускать новую «Волгу», то именно там. По информации Daily Motor, основой для автомобиля станет китайский премиум седан «Хунци», который принадлежит государственному концерну «ФАВ», специализирующимся на выпуске премиальных и представительских автомобилей. Специалисты считают, что машина подойдёт на эту роль, поскольку она была заявлена как сменщик Mercedes-Benz E-класс в России. «Хунци» H5 – это среднеразмерный седан, который дебютировал в 2018 году и стал одной из самых продаваемых моделей бренда в Китае. Этот автомобиль имеет длину почти 5 метров, колёсную базу – почти 3 метра и вместительный салон с кожаной отделкой, мультимедийной системой и климат-контролем. «Хунци» H5 оснащается турбированными бензиновыми двигателями собственной разработки, объёмом 1,5-2 литра, мощностью 160 и 224 л.с. соответственно. В Китае также есть гибридная силовая установка – коробка передач, 7-ступенчатый робот или 8-ступенчатый автомат. Благодаря продуманному сочетанию с коробкой i-SIN удалось добиться быстрого разгона и высокой энергоэффективности при небольшом расходе топлива. По ходовым качествам и безопасности автомобиль не уступает европейским конкурентам, таким как Volkswagen Passat, Skoda Superb и Peugeot 508. По уровню оснащения седан выглядит почти как немецкая модель. Описать можно несколькими словами. Автомобиль оснащён всеми современными системами безопасности и помощниками, которые актуальны на данный момент в сегменте. Здесь и адаптивный круиз-контроль, и запуск с кнопки, и современные мультимедийные системы, и голосовое управление. Что касается безопасности, то подушки и шторки безопасности тут тоже в наличии. Также седан оснащается одной из самых больших в классе панорамной крышей. Одна из отличительных черт автомобиля – современное комфортабельное сиденье с четырёхпозиционным пневматическим поясничным упором и восьмипозиционным пневматическим массажёром. Результаты независимого краш-теста показали, что это очень безопасный автомобиль. В целом он набрал почти 90%, что соответствует особенностям немецких конкурентов, а работу бортовой электроники оценили более чем в 93%. Этот результат является одним из лучших на мировом рынке. С другой стороны, автомобиль плохо справляется с фронтальными ударами. Пассажиры на втором ряду могут получить серьёзные травмы. Также седан не обеспечивает достаточной защиты пешеходов из-за конструктивных особенностей передней части кузова. Едет этот автомобиль на уровне того класса, где представлен. Отдельно хочется отметить ходовую часть седана. Здесь нет чрезмерной вальяжности и нет зубодравительной жёсткости. Можно сказать, что эдакая серединка. На лавра спортивности он не претендует, но мотора очень даже хватает для достаточно резвой езды. По паспорту с места до 100 км в час седан разгоняется за 7,8 секунд. Но тут много зависит от покрытия и прокладки между рулём и сидением. Несмотря на премиальный статус, модель обходится сравнительно недорого при эксплуатации. Этому во многом способствует низкий расход топлива. Однако и техническое обслуживание преимущественно обходится недорого. Цена ТО достигает 15 тысяч рублей, что мало для автомобилей премиального класса. Ежегодно на закупку расходных материалов владельцы тратят порядка 20-25 тысяч рублей. В китайском исполнении на авто распространяется гарантия от производителя 2 года или 100 тысяч километров пробега. Автомобиль очень популярный, востребованный и известный на внутреннем рынке. И неудивительно, так как китайские компании активно вливают большие деньги в инжиниринг и технологии. За общий стиль новинки отвечает бывший дизайнер компании Rolls-Royce, Джайлз Тейлор. ГАЗ ведет переговоры с FAV о закупке комплектов для сборки седана на своих мощностях, которые позволят снизить стоимость производства и увеличить локализацию. При этом планируется внести некоторые изменения в дизайн кузова и салона, чтобы адаптировать автомобиль к российским условиям и сделать его узнаваемым под брендом «Волга». В частности, речь идет о новой решетке радиатора с фирменным логотипом, новом переднем бампере, фирменной подштамповке вдоль кузова, переработанной корме и задних стойках кузова без дополнительных окон. Также возможны изменения цветовой гаммы и материалов отделки, чтобы придать автомобилю индивидуальность и стиль. Старт производства новой «Волги» на ГАЗе запланирован на лето 2024 года. Ожидается, что автомобиль будет стоить около 2,5 миллионов рублей. Правительство может выделить субсидии для покупки новой «Волги» госслужащими и частными компаниями, чтобы поддержать отечественного производителя и повысить спрос на автомобиль. Дело в том, что «Камри» и «К5» сейчас привести по параллельному импорту в Россию – дело достаточно накладное. Ценник превышает 4,5 миллиона за более или менее нормальный вариант комплектаций. На фоне бешеных ценников на авто покупатели будут рассматривать этот вариант. Соотношение ценник и оснащенности здесь чуть ли не лучше аналогов, которые нам сейчас практически недоступны. Возрождение «Волги» логично начинать с выпуска именно седана бизнес-класса. При этом проект должен быть рассчитан не только на чиновников, но и на частных покупателей. В дальнейшем модельный ряд можно будет расширить и за счет других типов автомобилей. В России отсутствуют предложения седанов сегментов «Д» и «Е», тем более отечественной сборки. В прежние годы «Тойота Камри» и «Форт Мондео» только по госзакупкам продавались десятками тысяч в год. Если «ГАЗ» принял решение прийти в эту пустующую нишу, то оно абсолютно логичное. Мы получаем очень даже интересный автомобиль на российском рынке. Тот, который может заменить ушедших. Да, такой подход может расстроить фанатов «Волги». Что это за хунцы такие? А мы вам ответим, что такие хунцы наш авторынок еще не видел. В любом случае, это лучше, чем просто ничего не делать. Со временем будет налажено производство необходимых автокомпонентов. Сами же заводы перейдут от простой сборки машин из готовых комплектов к полноценному производству со сваркой и окраской кузовов. Данные меры позволят сделать стоимость автомобилей местного производства более конкурентоспособной. На начальном этапе это должно помочь «ГАЗу» загрузить конвейер. Возрождение брендов всегда хорошо, но параллельно с этим еще нужно возрождать непосредственно инфраструктуру заводов. Перелицовывание китайских производителей лишь начало. В будущем «ГАЗ» планируют разработать полностью собственный легковой автомобиль для бренда «Волга». Именно этот автомобиль должен возродить славу горьковского автомобильного завода и вернуть престиж российскому автотрому. Но сможет ли он это сделать? И как он будет принят покупателями? Пиши в комментариях. Если понравился этот ролик, не забудь поставить лайк. Подписывайся на наш канал и обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok